Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О главных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Россия и Африка развивают сотрудничество. Лилия Виноградова представила избранные произведения. В чем состоит миссия матрешки, разбирался наш корреспондент. А теперь более подробно об этих и других новостях. О новых возможностях сотрудничества России и Африки рассказали на пресс-конференции в ТАСС. Участники встречи обсудили программы по продвижению русского языка и культуры, а также образование. В дискуссии принял участие исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин. Рассказать о России за рубежом и укрепить содружество двух стран на эти и другие темы обратили внимание участники конференции «Россия – Африка в зеркале СМИ». Отношения этих двух государств славятся долгой историей. На протяжении многих лет африканский континент остается привлекательной площадкой для проведения совместных взаимовыгодных проектов. Более того, уже традиционное российское образование пользуется в Африке большим спросом. А потому особую ценность сейчас представляют программы по популяризации русского языка и культуры на континенте. Поддерживает такие проекты фонд «Русский мир». К счастью, в Африке очень много людей, которые являются еще носителями русского языка и которые заинтересованы в расширении, преподавании. Ну что такое язык? Это язык, который открывает для многих африканцев возможность затем получить образование в России, хотя бы на начальном уровне. Сейчас не во всех странах Африки язык русский, как вы знаете, преподавается в школах. И очень страшно представителям африканских стран ехать в Москву, вообще не владея никаким языком, кроме английского или французского или суахили. Вот когда у них есть возможность получить хотя бы первичное знание языке, они чувствуют в нашей стране, когда приезжают учиться, и отбор проходит более уверенно. Гости круглого стола предложили организовать единую ассоциацию русскоговорящих журналистов и блогеров, поскольку на территории Африки работает множество специалистов-международников, которые говорят на русском языке. Здесь русскоговорящих людей очень много, здесь есть очень много организаций и ассоциаций, соотечественницей, в которых им нужна информация о России. Сообщается, что уже 17 африканских стран войдут в так называемое общество дружбы, в которых будет активно проходить работа по международному взаимодействию. В московском доме книги на Новом Арбате прошла презентация поэтического сборника «Лилии Виноградовой, улыбайся мне», в которой вошли стихи, тексты песен за последние 10 лет. С современным взглядом на непроходящие поэтические темы познакомилась и наша съемочная группа. Помимо стихотворений в новую книгу вошли избранные песенные тексты на русском, английском, итальянском и французском языках. Среди их исполнителей Анна Нетребко, Андреа Бачели и Лара Фабиан. Лилия Виноградова называет свое творчество двумя разными способами существования и целеполагания. Написание стихов для нее важнее, потому что именно в них заключается абсолютная свобода, в то время как песня обязательно должна нравиться людям. Однако поэзия любой формы востребована у почитателей творчества Лилии Виноградовой. В этот вечер признаться в любви ее песням и стихам пришли многие ценители высокого искусства. Как только я узнала, что я буду петь песню Игоря Крутого на стихи Лилии Виноградовой, конечно, в первую очередь я ознакомилась с музыкой композитора. И после этого сразу попросила меня обязательно связать с автором слов, потому что я чувствовала, насколько глубокие стихи, насколько красивая поэзия. И я не просто хотела посоветоваться, как правильно произносить на итальянском языке, потому что Лилия совершенно потрясающе пишет на итальянском языке так же, как и на русском. Но я хотела познакомиться с этим человеком, кто это написал. В широкой аудитории Лилия Виноградова известна как автор текстов к популярным песням в исполнении Дмитрия Хворостовского, Лары Фабиан, Дмитрия Маликова и других отечественных и мировых звезд. Это все на прокат и на вырост. Кто-то впустит, а кто-то выдаст. Все вернем, не сносив, не сломав, как слона, проглотивший удав. Ее стихи лаконичны, смелы в рифмах и образах, оттого быстро и надолго запоминаются. Их лирическая героиня – яркая, современная, умеющая выражать свои мысли и чувства ясно и пронзительно. Это и подкупает абсолютно разных исполнителей. Среди них – певец и композитор Димаш Кудайберген. Мы знакомы с творчеством, мы очень плотные, посещаем очень много мероприятий. И, конечно, ее стихи нас очень воодушевляют. Например, песню, которую исполняет Димаш Олимпика, нанесет очень хороший, знаете, позыв. И поэтому мы пришли сегодня поблагодарить и поддержать. На презентации книги Лилия Виноградова ответила на многочисленные вопросы и поделилась творческими планами. Ведущей мероприятия стала мама поэтессы, легендарный журналист, заслуженный деятель искусств России Диана Берлин. Это очередная книга моих стихов. Очень важный для меня этап. Новая книга – это как новый ребенок. Это итог десятилетней плюс-минус творческой деятельности. Для меня это очень важно, естественно, потому что это плод меня, моих новых фантазий, моих новых мыслей, моих новых чувств. И новая книга собрала в себе как раз всю ту новизну, которую я успела, мне посчастливилось накопить за эти последние годы. В конце апреля также состоялась лайф-премьера песни Ларисы Долиной «Я люблю». Музыку написал Игорь Крутой, а автором текста стала Лилия Виноградова. На данный момент идет студийная запись композиции для цифрового релиза. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Рассказать об особенностях своего народа, показать самобытность и главные культурные ценности приглашает Всероссийский конкурс национальных видеороликов «Мы». Смогли заявить о себе в этом проекте уже 45 регионов России. Присоединиться к ним можете и вы. До 31 июля проходит прием заявок на первый Всероссийский конкурс национальных видеороликов «Мы». Любители анимационного и художественного кино, документальных фильмов и видеорепортажей смогут с помощью творчества рассказать о многонациональном российском народе, передать идеи о важности сохранения традиций и общих ценностей. Попробовать свои силы могут как профессионалы дела, так и начинающие любители видеосъемки. Победители конкурса, а также лидеры зрительского голосования получат памятные призы и денежные вознаграждения. Подробно ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте проекта – мыконкурс.рф. В Сергиевом Посаде в рамках празднования 30-летия Международного кинофорума «Золотой Витязь» прошла творческая встреча и презентация поэтической книги «Бэмби» народного артиста России Николая Бурляева. Подробнее событий – в следующем сюжете. Начало поэтической сказки «Бэмби» было положено в 1984 году, когда появились первые стихотворные тексты для фильма «Детство Бэмби». Через несколько лет на их основе была написана пьеса, которая пролежала в столе 34 года. Вместе с заслуженным художником России Сергеем Сюхиным Николай Бурляев решил оживить Бэмби и подарить ее людям. Сказка повествует о добре и зле, о любви и радости, о гармонии души и природы. Детям она откроет мир сердечного тепла, любви и бесстрашия, а взрослым напомнит, что они могут быть добры и прекрасны. Оформление книги признано специалистами одним из лучших в современной полиграфии, созданным в лучших традициях российского и мирового книгопечатания. На встрече с авторами книги «Бэмби» присутствовали руководители десяти библиотек Сергеева Посада и учащийся школ города. Предварила встречу обращение к собравшимся председателю правления Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, почетного попечителя Международного кинофорума «Золотой Витязь». Из презентации книги встреча превратилась в настоящий творческий мастер-класс, во время которого Николай Бурляев и Сергей Сюхин поведали секреты кинематографического и художественного творчества. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства прошла выставка «Миссия матрешки». Самый знаменитый символ России был расписан по мотивам костюмов разных народов Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Греции и Вьетнама. Все росписи созданы вручную воспитанниками детских домов. В чем состоит главная миссия матрешки, разбиралась наш корреспондент Тамара Паяркова. Перед тем, как создать тот или иной образ, дети проделали настоящую исследовательскую работу, в том числе изучали историю, традиции и элементы народного костюма родного края. В результате получилась коллекция, раскрывающая разнообразные грани народного культурного исследия и детского творческого потенциала. Цель сегодняшней выставки – это привлечь внимание, прежде всего, к проблеме сиротства. Как это ни странно, потому что главной целью фонда является искоренение сиротства в России. 90% детей, находящихся в детском доме, – это дети при живых родителях. Таким образом, в 2004 году, когда я поняла, что такая проблема у нас существует, я решила создать такую организацию. На мероприятии были представлены в основном праздничные наряды, выполненные вручную из таких материалов, как шерсть, лен, конопля, то, что производилось в собственном хозяйстве. Но иногда применялись покупные ткани, привезенные из Индии и Китая, такие как шелк, парча и атлас. Со своей коллекцией собрание народного костюма 19-20 веков посетитель выставки познакомил Сергей Глебушкин. Коллекция состоит из костюмов, собранных в этнографических экспедициях разных регионов России, благодаря чему мы увидели, что же носили женщины на Руси 100-150 лет назад. Это, знаете, любовь имея не только к матрешке, это более развернутая, любовь к русскому народному костюму. Их очень много здесь. Каждый дом представил свою матрешку, матрешку своей национальности, своего региона. Это было одно задание. А потом мы перешли к народному костюму на кукле, то, что мы видим сейчас на выставке. Посетители музея смогли попробовать себя в народном творчестве и ремеслах. На выставке работали видеомастер-классы, все желающие смогли принять в них участие. Это костюм свадебной молодой женщины. Этот костюм женщина носила до рождения первого ребенка. Здесь домотканная панева, домотканный фартук, завеска, домотканная рубаха, вышивка ручная, черными нитями. Это единственная в России вышивка черными нитями праздничного костюма. Здесь красными, а здесь только черными. И, конечно, венчает еще такой платок баранской мануфактуры. И платок с поднарядом. Это шелковая лента, которая была очень дорогая. Это девушки, женщины могли себе позволить не все. Тамара Паяркова, Андрей Челышев, специальный дед телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания.